Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своими средствами по уходу за кожей лица. Это будут как очищающие, так и увлажняющие средства, разные маски, поэтому если вам интересно видео такого плана, то продолжайте смотреть. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь, давайте дружить. Я очень надеюсь, что вам у меня понравится. Ну и давайте, пожалуй, будем приступать. Начнем, наверное, с такого логичного, как очищение лица, потом перейдем к тонизированию, увлажнению, ну и в общем давайте. Наверное, сейчас практически каждое мое снимание макияжа начинается с вот такого вот масла для очищения кожи лица от Avon. Это масло из линейки Avon True Natural Effects чудесное сияние. Это действительно чудесное масло. Оно замечательно растворяет вашу тональную основу, ваши тени, ваши брови, помады, все что угодно. Оно отлично смывает вот супер стойкие даже матовые помады. Единственное, не все туши легко поддаются, но в остальном это масло просто превосходно. Оно достаточно экономичное, в использовании своем безумно мне нравится. В зависимости от того, насколько сильный у меня был макияж, в дальнейшем я прибегаю к использованию либо же вот такой вот мицеллярной водички от L'Oreal, я ей полностью во всем довольна, либо же вот такой двухфазной, точнее нет, мицеллярной воды с маслами от Garnier. Я убираю какие-то, возможно, остатки туши. Если они остались, в принципе, со всем остальным предыдущее масло справляется. Ну и так, если нужно, еще немножко прохожусь по лицу. Следующим этапом у меня идет именно уже умывание при помощи пенок каких-нибудь. Это может быть как вот такая вот пенка от Mizon. Это пенка с улиточной слизью. Она вообще как бы должна немножко вроде улиточная слизь и увлажнять кожу лица, но я бы так не сказала. Это та пенка, которая ваше лицо просто вымоет до скрипа. Вот действительно ваше лицо будет как отмытое тарелка практически. Оно будет скрипеть. Не всем нравится такой эффект. И такой эффект, если часто его используют, может нарушать пиаш кожи. Поэтому я использую данную пенку, ну не чаще, где-то раза в неделю. И я ее наношу на вот такой вот спонжик, губку. Создаю пену, после этого умываюсь. И лицо, за счет того, что здесь вот такие вот, такая губчатая, в общем, текстура, она убирает всякие ороговевшие частички, какие-то шелушинки лишние. Ну и, конечно, если вам нужно вымыть с кожи все, то вот это вот средство справляется на отлично. Если мне нужно чуть более щадящее умывание, то я использую вот такой вот крем для умывания от бренда Armeta. Это швейцарский люксовый аптечный бренд по уходу за лицом. Это средство отлично тоже может убрать какие-то остатки макияжа. В принципе, он смывает и легкий макияж тоже хорошо. При этом все, кожа остается такая мягкая, немножко бархатистая. Я не ощущаю, что она как-то пересушена или что на ней остаются какие-то загрязнения. Очень приятное средство. Использую его с огромным удовольствием. За счет такой удобной упаковки очень удобно брать с собой в путешествия, которые получаются не чаще раза в год. Также для умывания лица у меня есть еще две штучки. Первая это вот такой вот пилинг от Skinfood. Это корейская марка. Это очень легкий пилинг. Знаете, когда вам хочется что-то сделать со своим лицом, но непонятно что, то можно немножко использовать этот пилинг. Я не могу сказать, что он как-то прям действительно магическим образом действует на вашу кожу. У меня был когда-то пилинг от Mizone, и он мне нравился чуть больше. После него кожа была прям супер такая мягкая, супер ровная. То вот здесь вот иногда, когда у меня такие мелкие шелушения, я могу его использовать, но он не дает того результата, который дает пилинг, который я вам покажу чуть больше. Да, немножко убираются именно действительно такие явные шелушения, но в принципе их можно было убрать и скрабом. Он по идее должен еще так же разрушать соединение между уже отмершими клетками, чтобы в дальнейшем они легче отслаивались с вашей кожей. Но честно, я такого не заметила от данной штуки. Но использую, скажем так, из разряда, чтобы добить. Очень классная умывалка, которую я просто обожаю. Это от Origins, линии GinZin. Это такая гелевая пенящаяся умывалка со скрабирующими частичками внутри, которая настолько приятно пахнет цитрусовыми, что с утра вы буквально чувствуете такое пробуждение, какой-то позитив. Я обожаю ее использовать с утра. Она не вымывает вашу кожу до скрипа или как-то идеально, но она мне безумно нравится именно для утреннего умывания, когда убрать какие-то загрязнения от подушки, пыль, когда надо освежить лицо. Пользуюсь с огромным удовольствием. Так, следующее, что я вам покажу, давайте, наверное, это будут маски. У меня их, в принципе, не очень много, но тоже есть. Давайте немножко поговорим сначала о глиняных масках. У меня кожа нормальная, склонна к сухости, поэтому я с глиняными масками особо не усердствую для того, чтобы они не пересушивали мою кожу. Одна из них это вот такая вот маска от Herbal Skin. Эта маска изготовлена в США, если не ошибаюсь, и она идет на основе глины и мяты для всех типов кожи. Это очень интересная маска в том плане, что когда вы эту маску наносите, вы ощущаете такой легкий холодок и небольшое покалывание. Сама она имеет такой легкий запах эвкалипта, или как бы не совсем легкий серо-болотистый оттенок, но когда вы ее смываете, на моей коже я вижу действительный результат, потому что сами вот эти вот черные точечки, у кого они легко поддаются, скажем так, очистке, а у некоторых они прям глубокие. Вот я из той серии, они у меня очень глубоко сидят и достаточно тяжело вычищаются, светляются, то при помощи вот этой вот маски, это, наверное, была такая одна из первых, которая я действительно заметила на ней результат. Если не ошибаюсь, она достаточно бюджетная, она подходит для всех типов кожи. В общем, я и пользуюсь, как вы видите, достаточно активно. Но какая маска меня влюбила в себя еще больше? Вот так вот выглядит маска. Она идет от Olly Hendrickson. Эта маска мне пришла с американского сервиса тестирования Influencer. Это очень крутая маска, она безумно приятно пахнет. У нее приятный такой белый цвет, она идет тоже на основе глины, но здесь в составе идет достаточно большое количество масел. Там их то ли 5, то ли 7, в том числе и масло ромашки. Мне почему-то оно запомнилось, потому что оно именно пахнет ромашкой. И это тоже та маска, после смывания которой я тоже вижу на себе результат. И хочу сказать, что если, конечно, вот эта вот масочка тоже неплохо действует, но у нее специфический такой запах вот этот эвкалипта, не очень красиво она выглядит. И, конечно, когда я ее смываю, я ощущаю такую достаточно ярко выраженную сухость, и надо хорошо-хорошо увлажнять кожу. То за счет того, что в составе вот этой вот маски есть несколько видов масел, экстрактов разных, то когда я ее смываю, это единственная, пожалуй, глиняная маска, после которой я не ощущаю сухости, либо же стянутости кожи. Моя кожа действительно такая мягкая, бархатистая, приятная, поэтому этот бренд меня безумно заинтересовал. Я, кстати, у них в инстаграм выиграла еще какой-то набор. Он сейчас ко мне плывет, и тогда я надеюсь, что смогу более активно с ним познакомиться и вам рассказать. Но а пока вот если выбирать действительно самую любимую маску из глиняных и окологлиняных, которые действительно чистят кожу мою, которой я вижу результат, это однозначно будет вот это вот от Оли Хенриксон. И еще у меня есть три маски, уже такие более увлажняющие. Давайте, наверное, я вам покажу еще вот такую вот масочку. Адер, это их новинка, это маска Glow Beta, то есть после этой маски ваша кожа должна как бы сиять изнутри и цвет лица становится более ровным. У этой маски прекрасно все. Вот именно в плане маркетинга она идеальна. У нее шикарная упаковка, у нее плотное матовое стекло, она очень красиво выглядит. Она безумно приятно пахнет. Я, кстати, даже читала где-то отзыв девушки, она говорит, вот это та маска, когда действительно люкс. Она очень приятно пахнет. Она хорошо выглядит. Я тут достаточно активно ее использую. Эта маска напоминает своего рода желе с мелкими вкраплениями. Абрикосовые косточки. Здесь, конечно, у меня есть претензия к этому, потому что все-таки это люкс, и хотелось бы, ну, чтобы это были не абрикосовые косточки, которые встречаются даже у, как там, Наша Линия, или как-то вот такой совсем, в общем, дешевые бренды. Абрикосовые косточки – это достаточно такой бюджетный, скажем так, скрабирующий продукт. Хотелось бы, чтобы это были, возможно, косточки, там, ну, винограда, не знаю, папайи, что-нибудь такого поинтереснее. А здесь вот тоже абрикосовые косточки. Также здесь в составе есть пять видов кислот, но они все находятся в такой мелкой дозировке, что если вы используете кислоты помощнее, скажем так, поактивнее, то вы, возможно, вообще не заметите какого-либо результата. Если вы еще не начинали использовать кислоты, либо же боитесь ими начать пользоваться, то для вас это будет идеальный вариант, потому что здесь это все достаточно в легкой концентрации, позволяет вам понять, насколько вообще вам будет в дальнейшем интересно знакомиться с кислотами, насколько вам это подходит. Когда я наношу эту маску, я, конечно, релаксую просто до кончиков пальцев, до кончиков, не знаю, волос. Это супер приятный аромат, это супер приятная легкая текстура. Кстати, здесь написано, что наносить ее достаточно на три минуты, но я пробовала и больше наносить, я пробовала и меньше наносить. В принципе, плюс-минус, оно одинаково действует, разница незаметная. Единственное, что советуют, что если это будет глиняная маска, именно из этой же серии, и там будет написано наносить на три минуты, то чтобы не получить обратного результата, наоборот, высыхание кожи, то вот не надо больше держать. С этой маской, в принципе, ничего такого нет. После того, как я смываю, действительно за счет косточек, я вижу такой легкий отшелушивающий результат. Какого-то сияния сумасшедшего я не замечаю, конечно. Ну, точнее, я его замечаю, но мне кажется, я сама его скорее придумываю. Но я вижу, что моя кожа чуть-чуть более увлажненная. Говорят, что она идеально подходит девочкам с жирной кожей, потому что это та маска, после которой кожа ваша не будет жирнее выглядеть, она не будет как-то лосниться. Но здесь я ничего не скажу, потому что у меня кожа другого совершенно типа. Я ее использую не чаще раза в неделю. Для меня это своего рода такой релакс, отдых. Очень приятная маска, я безумно ее люблю. И хочу сказать, одно время Елена Крыгина у себя в Инстаграм сделала такой как челлендж, новый день, новая маска. И он настолько меня вдохновил, что я тоже начала каждый день использовать маски, потому что я знаю, что большинство из вас, возможно, со мной согласятся. Мы накупаем целую кучу масок, их ставить некуда. Нам уже негде даже зубную щетку поставить. Но мы скупаем маски, которыми мы активно не пользуемся. Потому что то забываем, то не хватает времени, то еще чего-то. Поэтому я вот тоже себе взяла за правило 10 минут в день выделить можно. Вот вечером, когда я заходила в ванную, я быстренько смывала макияж, носила маску, пока там чистила зубы, что-то расчесывала волосы. Маска это какое-то время находилась у меня на лице, потом смывала, носила крем, и кожа действительно становилась лучше. Поэтому не ленитесь. Также еще одна маска, которая есть у меня в уходе, это маска от корейского бренда Казарикс. Это Казарекс, наверное, Казарекс, правильно. Это маска, увлажняющая маска с экстрактом здесь и меда, и, если не ошибаюсь, воска. Она тоже в таком гелевом формате. Но эта маска у меня к ней достаточно неоднозначные отношения, потому что сумасшедшее увлажнение, то есть когда вы наносите, с утра умываетесь, и ваша кожа вроде бы вся вау, я не вижу. Это скорее маска на такой летний, летний-осенний период, когда ваша кожа и так в хорошем состоянии, ее нужно только так немножко поддерживать, скажем, ничем не переутяжелять, то да, но именно в плане как зимнего ухода, то все-таки маловато, я не вижу в ней чего-то такого прям вау. Она достаточно приятная, но иногда, кстати, я после нее замечаю, что у меня появляется на следующий день высыпание. Не знаю, с чем это связано, возможно, что-то мне не подходит, но в принципе это может быть, потому что здесь 85% натуральных ингредиентов, и очень часто как бы на что-на что, вот на натуральное очень часто могут быть какие-то высыпания, хотя это в принципе не аллергия. Ну, в общем, не знаю, пользуясь какого-то эффекта вау по ней не заметила. У меня сейчас появилось достаточно много нового ухода, в том числе одна из них маска от Clorans, но я только начала ей пользоваться, поэтому не буду пока рассказывать, и вот она прям увлажняющая-увлажняющая. И последняя масочка, которая у меня есть, это опять-таки маска от Armeta, очень красивая так, для тех, кто любит делать фотографии в Instagram в маске, это прям будет супер инстаграмная, вот так вот выглядит, когда вы ее наносите на лицо, то, скажем так, вот крем или что она есть, оно впитывается, и на вашей коже остается такая, знаете, как золотая не фольга, а как золотая пленка, очень красиво выглядит, так переливаешься, все прям клеопатра-клеопатра. Но что я хочу сказать, что лично я на своей коже, кроме красивого такого эффекта на лице, результата особого не заметила. Есть небольшой лифтинг-эффект, когда ваша кожа как будто подтягивается от нее. Ну и давайте, наверное, к маскам тоже я отнесу, это вот такие вот гидрогелевые патчи. Чаще всего, когда я наношу какую-то маску на глаза, я обычно стараюсь не забывать и приклеивать их. Я вам тоже 100 миллионов раз рассказывала, что после них моя кожа напитанная, кожа разглаженная, все мелкие морщинки, как будто ластиком кто-то стер. Я действительно очень люблю эти патчи, конкретно от Petite Fee. У них, я знаю, есть еще и золотые, кто-то говорит, что между черными и золотыми разницы никакой нет. Но серьезно, те патчи, что у меня были ранее, они как-то и в сравнении не идут с этими, поэтому не сильно хочется их поддавать сомнению, с чем-то другим сравнивать. Мне они нравятся, я от них без ума. И если я их на что-то сменю, то, наверное, только с целью того, чтобы для вас найти что-то новое. Далее, на данный момент в моем уходе присутствует два вот таких вот тоника. Один это тоник Альдермаи. Он идет здесь с витамином А и гликолевой кислотой. Это тоник против морщин, скажем так, против первых возрастных изменений. Я не думаю, что прям на большие морщины он как-то сильно повлияет. Его я взяла по наводке Оли Оси. Она его обожает, она его очень часто советует. Хочу сказать, что на моей коже я не вижу какого-то такого бешеного результата. Но здесь либо две причины. Либо же у меня нету действительно таких каких-то сейчас сильных изъянов, чтобы было на чем это заметить. Либо же все-таки говорят, что им нужно попользоваться какое-то значительное время для того, чтобы заметить результат. Ну вот на данный момент я использовала уже более трети банки. Он мне нравится, он приятный, он не стягивает кожу. Первые разы, когда я его использовала, я ощущала легенькое покалывание. И в принципе все. Но не делать ничего такого, чего не делали до этого мои тоники. Вот с iHerb даже вот самые дешевые. Ну посмотрим. Возможно повторю, возможно возьму из этой же серии какой-нибудь другой. И еще один тоник, он идет уже в формате миста от Andalou Naturals. Когда я загорелась с уходом с витамином С, то взяла себе вот такой тоник. Конечно, я понимаю, что витамин С, который здесь есть, если есть, то его доля настолько мизерна и мала, что она навряд ли сможет чем-то повлиять. Но мне захотелось именно тоник в формате миста. Не то, чтобы надо было протирать, и чтобы можно было просто орошить свою кожу. И это была бы не просто, скажем так, термальная водичка какая-то, или, не знаю, вообще вода из-под крана, а чтобы это, скажем так, была полезная вода, чтобы это был тоник. Его иногда наношу на просто очищенную кожу лица, немножко вмассирую, и наверх наношу уже последующий свой уход, который опять-таки идет с витамином С. Продолжение следует...